Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики и родной встречи с вами. Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы. Эту фразу сказал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в прошлом веке. И я хочу засвидеть, что так, это аксиома, которая не требует доказательств. И на этом, в моем понимании, успешно паразитирует нынешняя власть Республики Казахстан. Начало было положено прежней властью, затем эстафету подхватил Токаев. Но кроме декларации, изменения политической и экономической системы, объявления тех или иных реформ, которые вселяли какую-то надежду на определенных этапах народу Казахстана и в обществе в целом. В конечном итоге, честно говоря, забалтывается, затем объявляются новые какие-то задачи, делается вид, что общество наше развивается, что руководство страны выступает генератором чего-то нового и прогрессивного, но на самом деле это всё не так. Это касается только новой элиты, приближённых к президенту людей и членов семьи нынешнего президента, родственников Токаева, основная масса граждан. Казахстан не чувствует никакого улучшения положения дел, уровень жизни снижается, растут цены на продукты питания, растут цены на товары народного потребления, а индексация, если она и проводится, то совершенно не выполняет своих функций, поскольку те аргументы, которые должны создать условия для этой индексации, они просто не работают, поскольку в Казахстане разработана антинародная система. Субъективно сделан расчёт прожиточного минимума, минимальной заработной платы, а все остальные расчёты опираются на эту основу. Но, как мы видим, основа эта не работает, потому что до сегодняшнего дня из Казахстана вывозит огромная масса капиталов, финансовых ресурсов. Американские компании трудобывают нефть и газ в Казахстане, вывозят свой капитал, французские компании тоже, китайские компании вывозят, российские компании вывозят. И то, что остаётся, а самое главное, конечно, ну, как в народе говорят, вытаскивают из экономики большую, очень большую сумму, ну, султан Назарбаев со своим приближением и многочисленными родственниками, детьми, братьями, сёстрами и так далее, народу остаётся по остатчному принципу то, что остаётся в Казахстане, правительство старается делить на каждого казахстанца и, конечно же, этих денег не хватает. Могу прямо сказать, что морот, это минимальный размер оплаты труда в Республике Казахстан, он очень сильно занижен. По последним данным я сегодня проверял, взял те деньги, которые Тукаев сказал, что минимальная заработная плата будет составлять 60 тысяч тенге, но с учётом вычетов и так далее, получается, что в пересчёте на доллары 130 долларов в месяц минимальный размер оплаты труда. Ну, для сравнения могу сказать, что руководство Женевы утвердило минимальный расчётный размер оплаты труда в городе Женеве 25 франков в час. Но если внимательно посмотреть то, что творится в мире, когда руководство Америки пыталось поднять МРОД до 15 долларов в час, как это сделали швейцарцы, 25 франков в час, то там появилась масса проблем. Но здесь тоже были вопросы, предприниматели и руководители компании пошумели, пошумели, но в дальнейшем итоги согласились и начали выплачивать именно эту минимальную сумму для низкооплачиваемых рабочих, что дало возможность поднять минимальную заработную плату за 4 тысяч франков в месяц. Можете себе представить такую заработную плату, минимальную в Казахстане, 130 долларов или 4 тысячи франков. И это благо для страны, поскольку число жителей, которые нуждались в помощи государства, резко сократилось, и государство стало тратить из бюджета меньше денег для компенсации тех затрат, которые несли эти люди, получавшие минимальную заработную плату в объёме 13-15 долларов за час. Вот как необходимо защищать свой электорат, а не так, как у нас. Через два дня всё мировое сообщество узнает вновь о дезинформации со стороны руководства Казахстана мирового сообщества о великом событии по обману народа Казахстана, проведении голосования по имитации выборов в парламент Республики Казахстан. Политическая активность населения остаётся не на высоком уровне. Наблюдаем, что интерес к выборам снижен. Как видим, благодаря Тукаевской конституционной новелле народ устал от всякого рода выборов. И что самое интересное, предвыборная платформа кандидатов и политических партий страдает от узкого социализированного подхода и практически несут в себе каких-то политических составляющих, что удивительно. Действует определённое запрет на критику президента и в целом властей Казахстана. Беспрецедентно партия Аманат провела наибольшее количество встреч и сегодня однозначно, я в этом на 100% убеждён, она будет объявлена победителем сделки с имитацией выборов Казахстана, парламента Казахстана. Это уже, я думаю, что многим стало понятно. Конкретно нужно сказать, что партии должны уходить от хозяйствующих проблем. Контролировать всё и вся, это мы уже проходили, когда Коммунистическая партия Советского Союза доминировала в Советском Союзе, всё контролировала, всё проверяла, был внедрён народный контроль по линии партии и к чему пришли, мы это все прекрасно видим. Необходимо переходить политическим партиям на совершенно другие стандарты, как это делается за рубежом, в частности, Швейцарской конфедерации. В данный момент здесь проходят выборы в Высший Совет, то есть получается, это тоже парламент, Высший Совет, и я постараюсь в следующих своих выпусках довести до Вас, как это делается именно в Швейцарии, в Женеве. Ну, для примера, хочу сказать, что в собраниях в поддержку партии Аманат, проходившем в городе Алма-Аты, звучали такие предложения. Я думаю, что эти действия они и называют программы. Вот, послушайте, процитирую. Мы участвуем в создании качественной инфраструктуры и добиваемся комфортного проживания алма-атинцев. Хочу задать вопрос партии. Как Вы добиваетесь создания качественной инфраструктуры и комфортного проживания алма-атинцев? Вы что, заведуете бюджетом? Вы за правительство работаете в Алма-Ате? В городе будет построено 4 новых станции и проложено 300 километров автомобильных дорог. Тоже, это что, партийная программа? В ближайшие 5 лет документам предусмотрено строительство 34 школ, 33 детских садов и 16 поликлиник. будут обеспечены более 43 тысяч семей жильем. Дальше партия контролирует перевод ТЭЦ-2 на газ до конца 2026 года. Ну, хочу сказать Вам, уважаемые партийцы, что в Казахстане сегодня практически уже нет свободного газа. все, что получаем с Каспи переотправляется в Россию на переработку, а оттуда уже шурует полным ходом по программе Нурсултана Назарбаева Токаева за рубеж и продается за рубеж. Так что к 26-му году у нас может быть и не быть газа для перевода Алма-Атинской ТЭЦ-2 на природный газ. Аманатовцы раскрыли все фундаментальные направления программы партии. Это гарантия законности и правопорядка, благополучие каждой казахстанской семье, новые возможности для молодежи, достойная оплата труда, разные возможности всех категорий граждан. Ну, а с Рым-Айдос с Рым-Айдос извиняюсь на дебатах так тут вообще засыпал всех цифрами, которые ну, просто поразили всех, кто смотрел эти дебаты. Он в частности сказал «Наша программа написана вместе с народом. Тогда это будет народная партия, не партия, а манат». Мы знаем реальную проблему людей и только мы их можем решить. Ну, так что же до сих пор не решали? Если вы знаете и можете решить, так надо решать. Вы уже с 19-го года под руководством нового президента работаете, палец о палец не ударили по обеспечению решения проблем людей. Мы наведем порядок в стране, обеспечим социальную справедливость. мы добьемся незаконно выведенных капиталов возврат в Казахстан, усилием борьбу с коррупцией, мы добьемся увеличения доходов каждой казахстанской семье. Но это разве дебаты? Это разве программа ведущей партии Казахстана? Ну а прошедшие на канале КТК дебаты выяснили даже разделение вопросов, поднимаемых на этих дебатах. Мы конкретно видим, что все это зарегулировано, зарегламентировано руководством Казахстана. А партия республика после Аманат заявила, что республика Казахстан банкрот, доходная часть бюджета составляет 17 триллионов в тенге, расходная часть бюджета составляет 21 триллион тенге, как такая страна может жить и работать, это государство банкрот. Компания Байтак, партия Байтак заявила, что нам нужна чистая энергия и чистая промышленность. Мы всем нужна чистая энергия, чистая промышленность, бесспорно, но для этого нужны капиталы, а где их взять? Кто даст Казахстану такие кредитные ресурсы для того, чтобы сооружать электроустановки, которые на порядок отличаются стоимости электроэнергии от энергии, которую вырабатывает традиционная энергетика? ОСДП говорит, что государство Казахстан это купи-продай, вернуть в страну все средства. НПК высказался Соловей Назарбаевский за социализм скандинавский. Мы об этом давным-давно говорим, я Назарбаеву говорил еще, когда работал мэром города Алматы. Акжол заявил о сокращении бедности и о массовом предпринимательстве. Видите, как все разделено? Каждая партия говорит о своих вопросах, которые дали ему руководители государства. АУЛ говорит о создании индустриально-аграрной державы для сельхозпроизводителей и отменить все налоги бюджет. Как видим, на дебатах не было поднято ни одного политического вопроса. Ни слова не было сказано о концентрации власти в руках Тукаева. Мы придем повторно к культу личности, но теперь уже если там был Кочегар Назарбаев, то здесь будет дипломат Тукаев. Ни слова не было сказано о децентрализации экономики. Почему не было сказано ни слова о представлении регионам прав, то есть децентрализация власти, об этом вообще замолчали, это главный политический вопрос. Ничего не было сказано об изменении судебной системы, которая сегодня лежит полностью исполнительной власти под президентом. Необходимо лишить президента назначать судей всех уровней, начиная от рановенного, кончая верховным судом. Судьи должны избираться народом Казахстана. Политические партии потому и называются политическими, что должны поднимать политические вопросы, а не коим образом хозяйственные вопросы. политические программы должны основываться на определенных системах ценностей. И основополагающие идеологии это либерализм опора на свободу, это социализм опора на равноправие, консерватизм опора на традиции. Так какая у нас система ценностей работы, какая идеология? Прежнее руководство страны выстроило и внедрило свой политический режим, который давно себя исчерпал. А нынешняя власть, лице-президент Токаева, пытается придать ему новый импульс для преступного режима, но он должен понимать, что его припарки уже не спасут политический режим. Стране нужны глобальные реформы уже сегодня. Ну нет, не сегодня, они нужны были еще вчера. Партии должны заниматься идеологией. Какая же сегодня у нас идеология превавилирует? Социально-политическая, анархизм, консерватизм, либерализм или что-то еще? Экономические, социал-демократы, коммунизм, капитализм, неолиберализм или национально-этническая, или какая-то другая идеология. Такаев ничего нового не придумал, да и вряд ли, видимо, в силу своего старческого консерватизма что-то может предложить. Должны прийти молодые рационализаторы, которые смогут дать толчок для ускоренного развития страны и экономики нашей страны. ни одна из политических партий сегодня не выполняет своих политических функций, подменяя их хозяйственными делами, которые по долгу службы должна заниматься исполнительная власть правительства. Очередное представление, я бы так сказал, закончилось или закончится 19 марта, когда пройдет голосование по имитации выборов в парламент Республики Казахстан. Президент полностью реализовал свою программу и как мыслящее будет искореняться, цель достигнута, можно продолжать теперь работу в течение семи лет, ту, которую проводил Марсултан Назарбаев, подменяя его ставленников членами своей семьи и приближенными людьми. теперь в стране начнется весеннее обострение. Я думаю, вы понимаете, о ком обострении я говорю. Ждите, Такаев будет показывать захваченную в свои не совсем чистые руки власть, вдобавок его руки по локоть крови впоследствии Кантара, и эту власть его добровольно отдал кармальный парламент и гражданское общество. Гайки будут закручиваться и по достижении своей цели он развяжет себе руки. Как видим, в этой всей токаевской конституционной новелле выиграл один единственный человек Токаев, который получил ну пусть пока срочную семилетнюю власть, но я думаю, что конституция вновь будет токаевым изменена, может быть через пять лет, может быть через шесть лет, вновь пройдут очередные и неочередные выборы. Точно так же будет с парламентом, я там очень уверен, и глядя на тот срез семи политических партий, так называемых политических партий, мы понимаем, что три, максимум четыре партии пройдет в парламент и по тому ранжиру, как они выстроились, первый это Аманат, ну а три партии, в том числе Акжол, которая не утворила Токаева, они, конечно, барьер не пройдут и в парламенте представлены не будут. Еще раз подчеркну, что ни одна из семи партий не отвечает и не представляет интересы народа, избирателей, может быть, в парламент проскочит один-два каких-то независимых депутата через одно мандатное округа, ну и там партия Аманат забила все места, поскольку 90 и 29 мест по одному мандатному округам выставила своих кандидатов, и где гарантия того, что все эти мандаты не займут представители партии Аманат. Ну я думаю, два или три человека проскочит, которые будут там в какой-то момент будоражить, дабы создать соответствующую атмосферу, что у нас есть плюрализм мнений, у нас есть не единогласное принятие того или иного закона и так далее. На этом я заканчиваю свое выступление, дорогие мои друзья и уважаемые подписчики. Я прошу вас проголосовать за кандидатов не от власти, может быть, как-то они смогут нести смуту в действия или в работу парламента. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, кто еще не подписался и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok